Слово Божие А ты делаешь Знаете, эта тема касается моего сердца И мне бы хотелось сегодня говорить со всей церковью Со всеми, кто готов слушать это Говорить о том, что делает Отец и что делаем мы Ключевым местом писания в этой проповеди Я взял Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стих Давайте вместе откроем и начнем с него Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стих Буквально этот стих, наверное, или моя тема проповеди повторяет этот стих Написано так Иисус же говорил им Отец мой доныне делает, и я делаю Христос говорит это обвинителям своим в ответ на то, что они обвиняли Его Что в субботу Он исцелил человека Иисус говорит этим людям о том, что Отец делает То есть Отец продолжает тот труд, ту работу, которую Он начал в самом начале В книге Бытия об этом написано И Иисус говорит, и я делаю И я делаю тот труд, который делает мой Отец И знаете, когда я читал эти стихи, меня затронуло то, что вот слово делать То, что делает Отец И Иисус говорит, и я делаю Это слово, которое по-другому бы на русский язык можно было перевести как труд То есть Иисус говорит людям, обвиняющим Его в то, что Он в субботу исцелил Они обвиняют Его в то, что Он совершил какую-то работу определенную Не просто, что Он исцелил А потому, что в субботу ничего нельзя было делать Как бы по закону А Иисус говорит так этим людям Он говорит, Отец Мой до ныне работает Он трудится, и Он совершает труд постоянно И Он говорит, и я тружусь Интересно Иисус говорит этим людям, я тружусь И трудом занимается мой Отец И я начал думать о том, что А что это значит сегодня для меня И если Иисус является для меня примером И если Иисус является тем не просто примером Но Господином жизни нашей И если Иисус является для нас тем, который определяет нашу жизнь Что делаем мы? Трудимся ли мы? И что значит трудиться? Это просто ли духовный труд? Или это труд физический? Или и то, и другое? Эти вопросы очень важны Почему особенно в это время они очень важны? Потому что такое время настало В средствах массовой информации В социальных сетях Высказывается мнение различных людей И оно так вкладывается в общество О том, что самая лучшая жизнь Это если бы ты не трудился вообще Ну у тебя было бы все И тебе не нужно было трудиться Ну как часто можно услышать Такие вещи, когда говорят Что нужно за какой-то отрезок времени Заработать столько, чтобы потом не надо было трудиться Чтобы потом вообще ничего не делать Или пропагандируется Такой образ жизни Когда ты просто Где-нибудь на острове на каком-то В океане Где обязательно голубая вода И ты просто лежишь на пляже Попиваешь сок И ничего не делаешь Я смотрю, вы заулыбались Наверное, ну как бы Хотелось бы, правда? Лежать и ничего не делать Но вот у меня вопрос Давайте реально посмотрим На нашу жизнь Даже если не на острове, на пляже Но бывает так, что у человека Бывает время, когда он Дома на диване или на кровати Ну бывает иногда все-таки такое время, да? И вот проходит день Проходит второй Некоторые способны и три дня Но что потом происходит в нашем сердце? Что происходит с сердцем человека С нами внутри? Что внутри нас происходит? Способны ли мы оставаться без дела Достаточно долгое время? Ну я некоторых людей, конечно, знаю Таких Но большинство Могут ли они просто без дела Проводить свое время? Я думаю, что нет Человек встает и начинает что-то делать Так случилось, что последние четыре дня У меня было такое время Как в Псалме 89, 10 стихом написано Труд и болезнь – лучшее время Лучшее время – труд и болезнь Но мы об этом стихе сегодня еще обязательно скажем И вот в это лучшее время Ты ничего не делаешь Ты выздоравливаешь Но когда тебе становится чуть лучше Ну ладно, когда домашние говорят Чего лежишь без дела? Но есть момент, когда Ты уже понимаешь, что уже все Ну вот если честно Поговорить с самим собой Ну все, хорошо Будешь ты продолжать Лежать и делать вид, что тебе плохо Ну как бы так Как все плохо там Ходите вокруг меня Когда все ушли Вот вчера у меня такое время было И я понимаю, что я такой думаю Можно лежать и себе самому говорить Мне плохо Я болею Или я выздоравливаю Ну как бы мы же верующие не болеем Мы выздоравливаем всегда, правда? С нами так бывает почему-то Я выздоравливаю А потом понимаешь Подожди Ну ты можешь лежать Или ты можешь встать что-то сделать Ну элементарно, я не знаю там Не генеральную уборку Ну просто прибраться дома Какие-то вещи прибрать Сделать то, что ты давно хотел сделать В конце концов Помыть посуду И приготовить, если умеешь Некоторым, правда, запрещают готовить Потому что, ну После них слишком много надо убирать Но ты все равно Стараешься что-то сделать Ты не можешь быть на одном месте И я стал себе задавать вопросы И господи, интересно Вот нам, людям Постоянно говорят о том Что самое лучшее Это когда ты чего-то достиг Самое лучшее время Когда ты ничего не делаешь Но почему-то мы всегда стремимся К тому, чтобы что-то делать Мы без дела сидеть не можем Конечно, у каждого этот порог разный Один не может и дня просидеть без дела Другой недельку готов отваляться Но потом тоже не может делать А еще знаете, что интересно я заметил? Что все самое дурное в нашу голову Приходит тогда, когда мы ничего не делаем Все самое злое приходит в нашу голову тогда Злое по отношению к себе самим Не по отношению к другим людям Когда мы ничего не делаем Когда мы ничем не заняты Сегодня я хотел поговорить о труде Хотел поговорить о том, что мы делаем И насколько труд является благословением в нашей жизни Или проклятием Ведь в Слове Божьем мы находим то, что в книге Бытие Мы читаем, что когда произошло грехопадение Труд становится для человека тяжелым И очень часто изнуряющим Эта тема достаточно обширная Но мне бы хотелось прикоснуться к ней сегодня В самой важной ее части Так сказать, теоретической части Знаете почему? Потому что Очень часто, чтобы перейти к практике Нам надо сначала коснуться теории Коснуться теории для того, чтобы Понимать, а на чем все строится Вот, например Когда мы говорим о браке и семье Мы очень часто используем местописание Читаем это Евангелие от Матфея, 19-я глава И там целый отрывок, когда Иисус разговаривает С фарисеями, с законниками Которые говорят, искушая его Спрашивают, по всякой ли причине Позволительно мужчине разводиться с женой своей И Иисус, отвечая им на этот вопрос Делает какой-то такой, знаете, я бы сказал Реверанс Не в их сторону, а в сторону Слова Божьего И он говорит, не читали ли вы Вначале сотворил Бог мужчину и женщину Они его спрашивают о том, что было установлено После грехопадения А Иисус возвращает их в тот момент Когда вообще Бог все сотворил Еще нет грехопадения И там, в этих первых книгах бытия Открывается первоначальный замысел Божий И знаете, что удивительно? Используя этот принцип Я посмотрел в начало И для себя увидел одну очень важную вещь Ведь не только о том, как Бог сотворил Мужчину и женщину И установил институт брака в самом начале Бог точно так же устанавливает для человека Одну очень важную истину Что труд Это благословение для человека И Бог сотворил нас людьми, которые Все трудятся и в труде находят что-то очень важное Давайте с вами пойдем в книгу бытия В первые главы И будем читать некоторые стихи Будем читать с первой главы С двадцать шестого стиха Некоторыми стихами, отрывками Написано так И сказал Бог С двадцать шестого стиха Это первая глава Книга бытия С двадцать шестого стиха И сказал Бог Сотворим человека по образу нашему По подобию нашему И довладычествуют они над рыбами морскими И над птицами небесными И над скотом И над сею землею И над всеми гадами Присмыкающимися по земле И сотворил Бог человека По образу своему По образу Божию Сотворил его Мужчину и женщину Сотворил их И дальше вторая глава С первого стиха Так совершены небо и земля И все воинство их И совершил Бог седьмому дню Дела свои Которые он делал И почил в день седьмой От всех дел своих Которые делал И благословил Бог седьмой день И осветил его Ибо вон и почил от всех дел своих Которые Бог сотворил И созидал И пятнадцатый стих Второй главы И взял Господь Бог человека Поселил его в саду Эдемском Чтобы возделывать И хранить его Из этих отрывков Которые мы прочитали Мы можем увидеть Нечто очень важное Знаете, в самом начале Бог творит Он трудится И то, что он делает Определенно доставляет ему наслаждение Из тех мест, которые я не прочитал Мы читаем, что когда Бог что-то созидал Он говорил, это хорошо Он смотрел на это и говорил Это хорошо Он оценивал дела рук своих А когда он закончил творение свое Когда он сотворил человека Он посмотрел на все И сказал, весьма хорошо Знаете, это удивительно Но христианство и Библия Всегда говорили и говорят о том Что в начале Бог занимался творческой деятельностью И это не просто творческая деятельность Знаете, как иногда мы представляем Ты что-то делаешь, ты сам не понимаешь что И из этого вдруг выходит То, что другие скажут, что это шедевр У Бога определенно был план Он знал, что он делает И он делал это Своими руками Но если так можно о Боге сказать Он взял глину И из этой глины творит человека Если бы мы с вами могли посмотреть В различные другие источники Мировых религий Или эпосы народов Мы бы увидели, что чаще всего Когда говорится о зарождении Земли И всего, что на ней есть Это всегда история О каком-то противоборстве Когда две противоборствующие силы Так называемые добро и зло Между собой каким-то образом воюют И в итоге Что-то рождается Рождается земля И таким образом люди всегда Объясняли, что Вот и есть противоборствующие силы На этой земле Так было все сотворено Но христианство, Библия Всегда говорит о том, что вначале Не было противостояния ничему Но был кто-то Кто решил сотворить Кто-то Натурой Кого было желание творить Знаете, удивительно Я смотрю в Библию и вижу, что Первые книги бытия Говорят нам о том Что Бог похож На горшечника, который лепит что-то Или на садовника, который насаждает Эдемский сад А когда мы с вами открываем Новый Завет, Евангелие Мы видим, что Бог, пришедший воплоти на землю Имеет профессию плотника И он тоже что-то творит Знаете, для Бога Труд, это было нечто естественным И то, что он передает человеку Мы прочитали с вами, что Написано Бог сотворил человека по образу своему И подобию своему Ой, конечно, можно Много говорить Есть достаточно Много различных Богословских теорий Что бы это значило Но я замечаю Один очень важный фактор Который для каждого из нас важен Это вначале происходит Это замысел Бога Бог сотворяет нас Подобными Ему Он дает нам Не просто возможность трудиться Он дает нам силу Он дает нам способность Он дает нам желание трудиться Трудиться, как трудится Он Мы читаем в Слове Божьем О том, что Бог шесть дней работал А в седьмой день Отдыхал от трудов своих Уже позже, в книге Исход В 20 главе, 9 стихом Мы прочитаем одну из заповедей Там написано Шесть дней работай А в седьмой отдыхай Господь дает эту заповедь Своему народу Для того, чтобы люди поступали Подобно, как Он поступает Бог хочет, чтобы мы Были такими же созидателями На этой земле, как и Он Конечно, грех наложил Свой отпечаток на труд Труд сегодня может нести Определенную Изнуряющую составляющую Труд иногда бывает Настолько непосильным Для людей Что Он вводит человека В уныние Но я сегодня не об этом Хотел говорить Хотя Бог даст Мы этого коснемся однажды Но в самом начале Как Бог это задумал Труд должен был быть Благословением Бог насаждает человека В Эдемском саду Он его туда помещает И говорит Возделывай его Распространяй его И это, смотрите Это своего рода Такая составляющая Творческая Которую Бог вкладывает В человека Он ему не говорит Как это делать Он ему не определяет Не дает план Говорит Вот тебе план Здесь вот есть дорожки Тут сделаешь газон Там посадишь Такие деревья Здесь другие Вот тут фруктовый сад Вот здесь вот грядки Какие-нибудь обязательно Чтобы овощи выращивать Этого ничего нет Мы не находим этого Но Бог говорит Ты можешь это делать В человеке это и есть И более того Это не просто приказание Это желание Но грех изменил В нашей жизни это Сегодня мы смотрим На человека Труд для человека И является Может быть Как две такие Вот разные Составляющие В его жизни С одной стороны Это желание Заработать больше денег Причем Ну не важно Что ты делаешь Желательно Поменьше работать Побольше заработать Или труд Может быть Для человека Таким Таким инструментом Который Подпитывает Его гордость Ну знаете Когда человек Чего-то достигает Когда он Может сказать Это я сделал И вот то я сделал Вот посмотрите Я помню Это состояние Когда Двадцать С лишним лет назад Работал В одной компании Мы устанавливали Кондиционеры Это только Начиналось Где-то Это было В новинку И знаете Вот эти люди Которые Лазят по По домам И ты смотришь Вот эти коробки Сегодня их везде Много навешано А тогда Это было Ну как бы Своего рода Таким признаком Статусности Что ли Если у тебя Дома кондиционер То ты Ну как бы Особый человек А те которые Это делают Это тоже особые люди Я помню Когда едешь С кем-то Из знакомых Или друзей А вот это вот Видишь Это мы устанавливали А как вы туда залезли Ну знаешь Есть свои способы А помню Один случай Когда я на девятом этаже Через два балкона По трем жердочкам С блоком В 60 килограмм Вдвоем Мы шли без страховки Человек Ты сейчас понимаешь Что слава богу Трудовая инспекция Тогда этого не знала А вот Но Но ты Как бы Ты что говоришь Это я сделал И сразу В чьих-то глазах Ты становишься таким Особенным человеком Но вот вопрос Хотел ли бог Чтобы мы Самоутверждались Через то Что мы делаем Хотел ли бог Чтобы мы Через то Сколько мы зарабатываем Возвышались Над другими людьми Или труд Сам по себе Является благословением Я уже сказал Что удивительные образы Бог для себя избрал То горшечник То садовник То плотник Вот скажите Сегодня человек В нашем мире Это С такой профессией Насколько это Солидно Насколько это Престижно Насколько это Ну скажем так Прибыльно Быть садовником Ну те которые С собственным садом Занимаются Ну конечно И среди садоводов Тоже есть Своего рода Иногда бывает Конкуренция Что ты там Сегодня Насадила новые Грядки Да зайди Посмотри Вот зять Приехал Там грядочки Вот такие Какие то Особенные Построил Или А яблоня То у нас В этом году Вот как Плодоносит Как будто Ну как бы Так много От тебя Зависит Как она Плодоносит Слово Божие Говорит Что земля Сама Произвращает А иногда Ты слышишь Такие Свидетельства Мы вот Прошедшим летом Были на одной Даче И нас Повели показать Вот тут Говорит у нас Помидоры Вот тут у нас Перцы Вот тут еще Что-то Мы говорим Слушайте Как здорово Как вы Много потрудились А хозяйка Говорит Да ничего не делала Вообще Просто воткнула В землю Ну так Поливали иногда И все И ты думаешь И как Некоторые Вот ну Пластаются там И ничего не получается А вот А у нее Вот так вот Получилось Она говорит Даже собирать Неохота И ты смотришь И думаешь Как так Но с другой стороны Мы говорим О том Что Бог Избрал Для себя Профессия Удивительные Которые Нельзя назвать Такими Знаете Прибыльными Которые нельзя Назвать Престижными И он Показывает нам Пример Определенный Я в этом Вижу Одну Простую Истину В изначальном Замысле Божьем Для Человека Значимостью Была Не та Профессия Которую Ты имеешь Какую-то Особенную И не то Сколько Ты заработаешь С этого Труда Значимостью Был сам Труд Человек Трудящийся Человек Благословенный Человек Трудящийся Независимо На каком Месте Это человек Который Отображает Образ Божий В своей Жизни Человек Не ленивый Но прилагающий Усилия К труду Который Бог ему Дал Это человек Который Может быть Благословенным Он подобен Богу Который От самого Начала Трудится Который Созидает Конечно Я уже говорил Грех Все испортил Отпечаток Греха Есть и На труде Мы все-таки Завидуем Друг другу Мы бывает Превозносимся Гордимся Своими Какими-то Определенными Достижениями Но Послушайте Знаете Где бы мы Не находились Мы можем Делать То Что Бог Заповедал нам Таким образом Как Бог Этого хочет В течение Жизни Христиан В течение Всего христианства Возникали Различные Теории О том Ну что такое Труд христианина И как к нему Относиться Кто-то говорил О том Что мы должны Трудиться Настолько Чтобы зарабатывать Больше А потом Жертвовать И это Определенного рода Служение Это благословение Кто-то говорил О том Что труд Который делает Христианин Он должен Приносить Красоту В этот мир Другие Другие Говорили О том Находя В писании Эти моменты Что на своем Рабочем месте Мы должны Быть такими Честными Людьми Которые Еще ко всему Прочему Благовестуют И своим Коллегам По работе И знаете Вот таких Различных Теорий Их достаточно Много Но мне Так думается Что Каждая Из них Они должны Быть частью Чего-то Одного Большого Общего И то Что я Нахожу Сегодня в Писании То что я Вижу Что сам По себе Труд Как он Изначально Задуман Богом Это Благословение И знаете Это та среда В которой Мы обитаем Я хочу Объяснить Эту мысль Знаете Рыба Живет В определенного Рода Среде Да Для нее Ее среда Обитания Это вода А для птицы Это небо Да Это воздух Небо Небеса Над которыми Она летает Попробуйте Рыбу Забрать Из ее Среды И положить На траву Что с ней Будет Ну Оно Какое-то Время Еще будет Пытаться Делать Те движения Которые Она совершает В воде Но она Никуда Не поплывет Потому что Ее Изъяли Из этой Среды А если Бо Птица Попробовала Нарушить Ну Как бы Законы Гравитации Или наоборот Поместить Птицу В воду Мы Понимаем Что Из этого Ничего Хорошего Не Получилось Правда Для каждого Для каждого Творения Есть Определенная Среда Обитания Я бы хотел Сказать Знаете Для человека Это Среда Это Труд Вот Интересно Есть Граница Это Труд И Если Человек Не Трудится Если Он Ничего Не Делает Он Перестает Быть Человеком Коммунисты Однажды Ну Это Не Только Коммунисты Но В Коммунистическое В Коммунистическое Время В нашей Стране Очень Популярным Был Лозунг Что Труд Сделал Из Обезьяны Человека И В этом Есть Какая-то Доля Истины Правда Ведь Ко всему Прочему Что Люди Отвергли Бога И Отвергли То Как Он Человека Сотворил И Человеку Нужно Было Дать Осмысление Того Почему Ему Нужно Трудиться И Бытались Говорить Что Вот Обезьяна Однажды Трудя Стала Человеком И Теперь Нужно Продолжать Трудиться Но Правда Трудишься Ты Обратно Превращаешься В Обезьяну И В этом Тоже Есть Доля Истины Потому Что Грех Над Трудом Тоже Стал Властвовать Среда Нашего Обитания Это Труд Без Труда Жить Человек Не Может Ленивый Человек Постепенно Умирает И Это Истина Которая Заложена В самом Начале Библии Нам Нужно Ее Понимать Чтобы Этим Путем Благословение В своей Жизни Люди Хотят Быть Свободными Люди Хотят Быть Независимыми Но Вот В чем Дело Мы В любом Вся Наша Свобода И Независимость Она Находится В определенных Границах Если Мы Эти Границы Перешагиваем То Мы Теряем Благословение Которое Бог Для Нас Предназначил От Самого Начала Хотел Вернуться Знаете К тому Отрывку Из Одно Одна Из самых Знаменитых Таких Мест На Которые Очень Часто Говорится Про Труд Написано Так Моисей Говорит Дней лет Наших 70 Лет А При Большей Крепости 80 Лет И Самая Лучшая Пора Их Труд И Болезнь Ибо Проходят Быстро И Мы Летим И Мы Читаем Вот Этот Стих И Он Прямо Становится Для Многих Людей Когда Говорится О Труде Целый Такой Камнем Преткновения Что Ли И Кажется Что Труд И Болезни Это Лучшая Пора Друзья Но Я Хочу Сказать Что Вот В данном Отрывке О Труде О Труде Как Его Задумал Бог О Труде Какой Он Должен Быть В Нашей Жизни Вообще Не Говорится Ничего Да Мы Читаем Сегодня С вами Переводы Ветхого И Нового Завета В каких То местах Этот перевод Сделан Качественно А в каких То местах Он Не Совсем Качественно Сделан И Поэтому Ты Смотришь И Кажется Что Ну Что То Вроде Не Так Потому Что Ты Не Можешь Соотнести Назвать Болезнь Лучшим Временем И Труд Когда Он Особенно Тяжелый Тоже Лучшим Временем Хотел Почитать Это местописание В современном В новом Русском Переводе Этот стих Звучит Так Наших дней Лет 70 А для Более сильных 80 И большая Часть их Беда И несчастье Они проходят Быстро И мы Улетаем Тут Говорится Не о труде А о трудностях Трудности Которые Приходят В жизнь Человека К сожалению В нашей Жизни Бывают Трудности И болезни И несчастья И мы С ними Боремся И лучшие Наши Годы Которые Можно Было Потратить На то Чтобы Служить Богу Чтобы Что Делать То Что Он Предназначил Нам Мы Проводим Вот в Этой Борьбе С Различными Трудностями С Различными Несчастьями С Болезнями А сам Труд Как его Создал Бог Это Благословение Благословение Которое Наполняет Жизнь Человека Благословение В котором Человек Обретает Образ Божий И Становится Таким Каким Хочет Его Видеть Бог И Поэтому Христос Говорит В Евангелии От Иоанна 5 глава 17 стих Отец Мой Доныне Делает С Продолжение следует